Приветствую вас, друзья! Я уверен, среди вас многие знают такую компанию, как Джика или Nippon Precision Gel Industry. В 1959 году компания начала изготавливать иголки для швейных машинок. Спустя пять лет компания переключилась на изготовление алмазных иголок для головок звукоснимателей. Сегодня компания Джика хорошо известна любителям винила своими вставками для винтажных картриджей типа MM. Причем, замечу, очень неплохого качества. И вот в прошлом году компания Джика выпускает свою первую головку звукоснимателя под названием SETA HORI. По этому поводу предлагаю сделать небольшой обзор и начнем мы, конечно же, с технических характеристик. Картридж типа MC с высоким выходом 2 милливольта. Частотный диапазон от 15 до 32 тысяч герц. Разделение канала в 25 дБ. Прижимная сила 2 грамма плюс-минус 0,2 грамма. Входное сопротивление 130 Ом. Кантильвер, как принято у серьезных голов, из бора и глаз профилем заточки Micro Ridge. Податливость, к сожалению, не указана, что для компании Джика довольно странно. Обратите внимание на причудливый корпус из керамики на ореховом дереве. Вес, кстати, картриджа 11 грамм. Это говорит о том, что головка достаточно тяжелая и прежде чем ее покупать, нужно удостовериться, что она подойдет к вашему тонарму. Цена по России составляет примерно 995 евро, то есть где-то 70 с небольшим тысяч рублей. Картридж упакован у нас вот в такую вот симпатичную коробочку. Made in Japan. Ну, собственно, на этом и все. Внутри мануал. С техническими характеристиками и прочей информацией. Также у нас два винтика. Таким вот образом в поролон у нас упакована головка. Очень аккуратно снимаем поролон, поскольку колпачка у иглы нету, колпачок приклеен на поролон. Далее уже аккуратненько, держась за корпус, вытаскиваем саму иголку. Больше, к сожалению, у нас ничего нету. На самом деле, мне кажется, что довольно бедненький такой комплект. В общем-то, хотелось бы как минимум еще щеточку для иглы. Прежде чем мы перейдем к самому главному звуку, хотелось бы отдельно поговорить о заточке Micro Ridge. Micro Ridge, он же иногда называется SAS, то есть супераналог стилус. С этой заточкой я неоднократно сталкивался. Несколько картриджей я слышал с этой заточкой. Могу сказать откровенно, что заточка достаточно долговечная. Один из картриджей у меня с этой заточкой до сих пор играет уже несколько лет. И никаких признаков того, что он износился. Также, чем эта заточка характерна, своей сложной многорадиусной формой, которая максимально точно передает звук с канавки. И, кстати, несмотря на это, заточка достаточно лояльно относится к пластинкам не первой свежести. То есть, конечно же, щелчки вы будете слышать, и слышать будете их превосходно, ярко и красочно. Но, скажем, мелкий песочек она вам будет прощать. Помимо этого, заточка Micro Ridge обладает также превосходным трекингом. Это означает то, что искажения, связанные с угловой погрешностью, будут минимальными. Ну а теперь предлагаю перейти к самому главному звуку. Что можно сказать? Первое, что бросилось, конечно, в глаза, это чисто японский характер звука. Очень утрированы высокие частоты, они здесь задраны, но при этом они очень хорошо детализированы. Середина также на месте, единственное, на первый взгляд, кажется, что басы немножко потерялись. Но, повторюсь, это связано с тем, что здесь яркий акцент на высокие частоты. Что насчет динамики, картридж также себя хорошо показал. Сцена глубокая, звук достаточно богатый. И, кстати, что самое интересное, несмотря даже на высокий выход, головка звучит достаточно легко. Также, что бросается немножко в глаза, то, что, судя по всему, накопленный опыт компании Jika оказал влияние при изготовлении этого картриджа. То есть создается такое легкое впечатление олдскула. И, конечно, это проявляется на пластинках 60-х, 70-х, 80-х годов. С новодельными пластинками, конечно, головка тоже хорошо справляется. Об этом вы сможете судить по сэмплам. Набор тестовых пластинок у меня, как всегда, стандартный. Единственное, в этот раз я немножечко его расширил. Из новодельных пластинок это Metallica, черный альбом на лейбле Blacknet и Deepesh Mode Violator, последнее переиздание. Ну и из старых пластинок это Pink Floyd The Wall, первый французский пресс. Американский ранний пресс Machine Head, Black Sabbath Volume 4 на Vertigo и еще несколько флойдов. Ну и как же проходило тестирование? Тестирование проходило в домашней спокойной атмосфере. На протяжении трех дней я уже слушаю эту головку. Установлена она на проигрыватель Microsec DD8 с тонармом 505MA. Фонокорректор PS Audio Fan Stage, усилитель Dual CV 5670. Акустика своя собственного изготовления. Ну и, конечно, сэмплы я послушал на родных мне уже тоной D500. А в качестве АЦП, кстати, в этот раз у нас используется звуковая карта MOTU Ultra Light MK3. Что мне еще понравилось в этом картридже, так это процесс установки его на Shell. Винты вкручиваются прямо в корпус. Это очень удобно и просто. А вот что, друзья, не просто, так это его настрой. С учетом геометрии этой головки звукоснимателя, обратите внимание, никаких прямых линий на корпусе, поэтому достаточно тяжело картридж правильно позиционировать относительно шаблонов. То есть единственное, почему приходится ориентироваться, так это по кантиллеру. Это действительно непросто. Также спорный момент является высокий выход на MC-картриджи. Многие аудиофилы знают, что MC-картриджи с высоким выходом – это компромиссный вариант. За счет большого количества витков на катушке мы получаем высокий выход, который позволяет нам подключать головку к фонокорректору типа MM. Тем самым мы можем сэкономить на фонокорректоре типа MC. Но за счет большого количества витков увеличивается масса подвижной системы головки. То есть звук получается не такой воздушный и свободный, как на картриджах типа MC с низким выходом. Честно говоря, я не заметил никаких таких особых проявлений, что звук как-то зажатый или ему не хватает воздуха. На самом деле единственное, что я могу сказать точно по поводу жанровости. Опять же, для рока очень хорошо подходит. Для попсы, для электронной музыки тоже очень неплохо. Головка себя проявляет. На тяжелых проявлениях рока и металла эта головка также себя неплохо зарекомендовала. Что насчет джаза и симфонической музыки, то здесь, мне кажется, в этих жанрах обязательно нужен картридж MC типа с низким выходом. Теперь предлагаю посмотреть на графики двух фрагментов, оцифрованных на этой головке звукоснимателя. Итак, перед вами фрагмент, оцифрованный в формате 24 бита, 192 кГц, произведение Black Sabbath, первый трек с альбома Volume 4. На мой взгляд, спектр достаточно чистый и красивый. Никаких посторонних шумов и наводок я здесь не вижу. Впрочем, так же, как и на фрагменте Pink Floyd, Momentary Labs of Reason. Здесь, конечно, уже видно цифровое происхождение источника. Но, тем не менее, спектр довольно чистый. Опять же, никаких наводок. Теперь же предлагаю посмотреть на амплитудо-частотную характеристику фрагмента Pink Floyd, Momentary Labs of Reason. Снизу находится шкала частоты, вертикальная шкала уровень громкости. Обратите внимание, что, как и было обещано, до 30 тысяч герц эта головка спокойно воспроизводит. Ну и что же можно сказать в заключение, друзья? На мой взгляд, дебют компании Jika состоялся достаточно удачный и первый блин здесь явно не комом. Поэтому я очень надеюсь, что компания Jika продолжит в том же духе, будет выпускать и другие модели своих картриджей, в том числе и EMC с низким выходом. А у меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. Счастливо!